Всем привет! Меня зовут Ксения и сегодня я расскажу конкретно в цифрах, сколько у меня сейчас получается зарабатывать в приложении Stepan, покажу, сколько я вложила и плюсом расскажу один лайфхак, который я увидела на аккаунте мужа, то есть как зарабатывать больше. Поэтому, если вы интересуетесь заработком в данном приложении, рекомендую вам досматривать это видео до конца, потому что, возможно, какая-то из моих фраз полностью перевернет вашу стратегию. Для тех, кто не в курсе, Stepan это такое приложение, где вы покупаете себе NFT-кроссовок, бегаете в нем и за это получаете бабки. И сейчас порог входа достаточно высокий, он варьируется от 100 до 150 тысяч рублей. Вообще о том, как правильно выбирать кроссовки, которые быстро окупятся и принесут вам наибольшую прибыль, я сниму следующее видео, потому что за последнюю неделю я прям набралась опыта. Даже взять то, что я себе купила кроссовок без опыта, там, потратила даже сколько-то просто так впустую, потому что ничего не знала. И уже мужу взяли кроссовок намного круче на следующий день, потому что у меня уже был опыт, и я знала, как выбирать. То есть вы можете купить самые дешевые, они будут окупаться там два месяца, или можете немножечко добавить и окупить там нормальный человеческий кроссовок за 30-40 дней. В общем, ладно, если хотите видео, как выбрать кроссовок, то поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Теперь мне хочется перейти к цифрам. Изначально мой кроссовок стоил 11,89 Соланы. На тот момент курс Соланы был примерно в районе 110-114. С учетом того, что я 0,1 Соланы вкидывал там в кристалл, будем считать, что 12 Солан. Сам кроссовок мне обошелся в 1320 долларов. 30 ГСТ. ГСТ это игровая монета. 30 ГСТ я вложила в прокачку до 9 уровня. Переход на 6 уровень стоил 6, на 7-7, на 8-8, на 9-9. И, кстати, сейчас я уже качаю кроссовок на 10, но там уже переход стоит 30 этих монеток. На тот момент, когда я вкидывала эти монеты, курс был около 4,1 доллара. То есть плюс-минус на прокачку до 9 уровня у меня ушло 120 долларов. И 10 монеток я потратила просто так. Нафига-то я себе открыла розетку с удачей, хотя она на самом деле нафиг не нужна, но у меня еще не было опыта, и мне хотелось все понажимать, максимально прокачать. В общем, вот так вот. Кстати, кристаллик я продала уже, тот, обратно. В общем, если сложить все расходы, у меня ушло около полутора тысяч долларов. Теперь вам, наверное, интересно, сколько я с них зарабатываю. На экране вы видите 5 моих беговых дней, сейчас все подробно расскажу. Сегодняшний шестой день у меня был, я его не считаю, потому что деньги, заработанные сегодня мной и моим мужем, вкладываются в мою прокачку до 10 уровня. Смотрите, извиняюсь за качество картинки, экран большой, поэтому растянулась вот так вот пиксельно. Самая моя первая пробежка была, у меня еще тогда в процессе прокачки был кроссовок, я получила 9,97 монет за 2 энергии. В день вам дается 2 энергии, если у вас один кроссовок, ну и там есть табличка. В зависимости от того, сколько у вас кроссовок, у вас есть определенное время, которое вы можете пробегать. 2 энергии это 10 минут, то есть 1 энергия это 5 минут. Каждые 6 часов, а конкретнее в 10, в 4, в 10, в 4 возобновляется 0,5 энергии. Вот. Короче, за 2 энергии я получила 9,97, потом за 2 энергии я уже на прокаченных кроссах получила 12,47, 3,21, 5,73, 1,11,23, 12,40. То есть вот здесь вы видите вот количество энергии, которое у меня было потрачено. И каждый раз, когда вы выходите на пробежку, у вас они изнашиваются. То есть после каждой пробежки нужно кроссовки чинить. Починка одной единицы изнашивания стоит на 9 уровне 0,41 монеты. За все вот эти пробежки у меня ушло 27 единиц, то есть 11 монет я потратила на починку. Если сложить все вот эти вот значения, сколько я заработала, получается за вот эти вот 50 минут, то получится 58,66 монет. Если вычесть из них 11,07 монет, то получится чистого дохода 47,59 монет. То есть за 5 дней по тому курсу, по которому я вывела, а вывела я по курсу 4,7 доллара, у меня получилось около 223 долларов. А, кстати, вам надо выложить вообще видео, как выводить, или вам все понятно? Напишите также об этом в комментариях, вот. Я сразу это вывожу в Солану, сохраняю в Солане, потому что я верю, что она дойдет до 300, при том, что сейчас она уже торгуется около 135 долларов. Поэтому я просто их реинвестирую. Эти дни я выводила каждый день, потому что как раз сегодня монета должна была упасть, и она сегодня упала, потому что там закончилась акция в приложении. Ну, в общем, долгая история. Вот, а так как сегодня она упала, я уже подумала, что можно эти монетки сейчас вложить в прокачку. И, в общем, тема следующая. Вы можете бегать даже по 0,5 энергии, там, по одной. Как только у вас она скопилась, сразу просто выбежать и пробежать. И прикол в том, что когда вы бежите 0,5 энергии, у вас она округляется до 0,6. То есть при правильных расчетах это дает на 20% больше. Ну, вместо, там, двух энергий вы прибегаете 2,4 в сутки. Но, такой момент. С моей прочностью кроссовок, я вам сейчас покажу характеристики, вы все поймете. С моей прочностью кроссовок у меня за 0,6 энергии снимают 2 единицы изношенности. Ну, то есть это очень много. Это получается, что за 2 энергии в день у меня снимают 8 единиц. При том, что если я сразу полностью пробегу эти 10 минут, у меня снимут 5 единиц. Это, на самом деле, бешеная цифра. Я, когда вот это все посчитала, я очень расстроилась. Как раз об этом лайфхаке писали в телеграм-чате. Я такая, блин, ну вот. И тут происходит следующее. Вот заработок моего мужа, он начинает бегать. И прикол в том, что у него за 0,6 энергии снимается 1 единица изношенности. То есть он, пробежав 4 раза, мало того, что у него округляются вот эти 0,5 до 0,6, так еще и у него изношенность вот эта округляется до 1. Потому что, когда он бежит сразу 10 минут, у него снимаются 5 единиц, так же, как и у меня. Вот. И поэтому ему очень выгодно бегать так. Я на это все посмотрела, кстати, поэтому и качает до 10 уровня. Как это выглядит? Вот, например, здесь. Он пробежал 2,5 минуты, но округлилось это до 3. То есть потратил 0,6 энергии. Заработал за это 3,46 монеты. Вычитаем 0,41. 3,01 монеты он заработал, получается, за 2,5 минуты. При этом умножаем это значение на 4 и получаем примерно 12 монет. При том, что калькулятор показывает, что на его кроссовках заработок 10 монет. 2 монеты, на самом деле, это большая разница. Это порядка 10 долларов. В его кроссовки было вложено примерно 1815 долларов. А тот момент, когда я пробежала 50 минут, он пробежал 42,5 минуты. Ну, 43 плюс-минус. Также, видите, вот 5,44. Вот весь его заработок за эти забеги. Общий заработок получается 50,34. На починку он потратил 7,38. Чистый доход у него получился 42,96 монеты, около 43. Умножаем это на 4,7. Курс, по которому он вывел эти деньги. За 4 дня получил 202 доллара. То есть его доход вышел примерно 50 долларов в день. У меня с моими показателями это выходит 45 долларов в день. Но сейчас, опять же, я вам говорю, я прокачаю. У меня будет все хорошо. В общем, при таком раскладе у него окупаемость будет порядка 36 дней. А у меня окупаемость будет порядка 32 дней. Опять же, это если не упадет курс ГСТ и много других факторов. Но в целом мы планируем окупиться к 9 мая. Тем более, видите, он сколько раз бежал не по 0,5. Если бы он бежал только по 0,5, вы вот сложите 3,46, 3,05. В общем, найдите среднюю. То есть каждый раз вам сыпет разное количество монет. Плюс-минус, туда-сюда погрешность может быть. И тут он заработал 3,46, тут 3,05, тут вообще 3,92. Ну, то есть курс нормальный. Вот если взять 3,92 за вычетом починки, у него будет 14 монет в день. Чистый доход. Это очень круто. И вот как выглядят наши кроссовки. Вот это вот мои, вот это его. Эффективность это то, сколько денег, грубо говоря, вы получаете. То есть это базовые настройки, вот это вот уже прокачано. Удача, комфорт сейчас не важны. И резайленс это прочность. То есть это с какой скоростью изнашиваются кроссовки. Тут вот, посмотрите, у меня на прокачанных 10,4, у него 12,6. И то есть это очень сильно ощутимо. При беге там 0,5 энергии в 2 раза больше единиц у меня снимают. Обратите на вот это внимание. И я сейчас как раз прокачиваю кросс, чтобы открыть вот эту розетку прочность. Кинуть сюда в эффективность. И вообще доход у меня будет тогда шоколадный. Расскажу об этом через недельку. У него также розетка прочности прокачана. И в принципе поэтому, наверное, такие хорошие показатели и дает. Что значат все вот эти вот менты, там уровни и так далее. На каком уровне лучше брать кроссовки, я вам расскажу в видео про кроссовки. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите об этом в комментариях. Обязательно отвечу, либо же сниму прям отдельное видео. Тема классная, тема интересная. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромные пальцы вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока!